за прошедший год мы видим как армения оказалась на обочине истории она сейчас зализывает раны и попутно пытается дипломатически противостоять азербайджану а азербайджан победив в войне вышел на новый этап своего развития и международного признания как лидера региона прокомментировал кавказскому бюро алексей наумов аналитик добавил что на данный момент баку столкнулся с новыми вызовами азербайджан победил в войне и сейчас должен победить в мире азербайджан мало того что ведет работу по нормализации и восстановлению освобожденных земель еще и вовлечен в многочисленные дипломатические форматы где он должен отстаивать свои интересы и доказывать свою точку зрения мы видим как азербайджан работает с миротворцами и пытается взаимодействовать с арменией по вопросам карабаха разминирование и восстановление земель отмечает аналитик эксперт также подчеркнул что времена исторической несправедливости закончились азербайджан вернул свои земли и сейчас активно ведет свою политику по широкому спектру вопросов по словам аналитика сейчас азербайджан понесся навстречу будущему на встречу истории это очень интересно потому что победа в 44 дневней войне поставила много задач и интересно видеть то как азербайджан который до этого жил мыслью только о возвращении своих земель теперь несется в будущее это очень увлекательно отметил эксперт он добавил что с геополитической точки зрения азербайджан в регионе южного кавказа вышел на главную роль и как полагается стране на первых ролях столкнулся с рядом задач мы видим обострение в отношениях с ираном мы видим нежелание еревана взаимодействовать мы видим как идут переговоры с россией по мандату миротворцев для региона пост карабахский период только начинается ирана подводить какие-то окончательные итоги подчеркнул на умов эксперт также пожелал азербайджанскому народу стойкости рассудительности и мудрости военная победа это быстрая победа а победа за столом переговоров никогда не бывает быстрый поздравляю азербайджан с вхождением в новый этап политической истории и безусловно надеемся на благоприятный исход как для азербайджана так и для всего региона резюмировал эксперт и и и и и и и и